Крыши текут, в домах сырости плесень, во дворах лужи и прочая нечисть. Ответственные лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Посмотрим, на что на этот раз закрыли глаза коммунальщики. Дом с видом на море. Некоторые барнаульцы, видимо, неправильно загадали желание. Теперь возле их дома воды по колено. Собачьи прелести заполонили город. Пока одни барнаульцы не убирают за своими питомцами, другие недовольны нечистотами. Еще чего не хватало, буду я тут убирать. Дружба с ведрами на протяжении долгих лет. Истории с дырявыми крышами не перестают быть актуальными. Видите, что творится здесь? И это все, это не только здесь. Это все. И вот здесь уже черное все. Вот там весь угол черный. Эту лужу в моем детстве смело можно было бы назвать лужей мечты. Что называется, измеряй не хочу. Вот только жителям дома по адресу Монтажников 8 почему-то не до радости. Дом с видом на море. Мечта, конечно, каждого. Но вряд ли о таком море мечтали жители этой многоэтажки. Окупаются здесь разве что машины. Пешеходам же приходится изрядно потрудиться, прежде чем одолеть трудный путь. И это круглый год. Летом здесь служу после дождей, зимой каток. О проблемном дворе мы уже рассказывали в одной из программ. Я выхожу и пытаюсь забраться на этот бугорок. Если у меня получается, то я иду дальше на остановку. Там все объекты социальные. У нас там почта, у нас там поликлиника, у нас там магазины, у нас там аптеки. То есть люди у нас все ходят здесь в основном. Если обходить кролу, то очень далеко, крюк. Но дело в том, что и там обойти толком негде. Очередная зима прошла, а приключения продолжаются. Бывший председатель дома рассказывает, долгие годы обивал порог обслуживающей компании ДЭЗ-1. Но бороться с ветряными мельницами дальше отказался. Пожалуйста. Кошмар. То есть вот, если я сейчас встаню. А там дальше асфальт. Страшно, там ничего. Ну вот там посиди, там уже машинами выбили этот асфальт, так что можете провалиться. Сделан был вдоль ограды садика специальный слив. Он бетонный. И вот эта вся водичка спускалась туда, а потом уходила на озерную. Потом начали строить эти дома. Вот здесь вот насыпали дорогу. И все. Куда деваться? Ну куда? Вот она стоит. А как здесь ходите? Вот так вот. Вот так вот. А пока вода бежит маленьким ручьем на соседнюю улицу, но лужа от этого почему-то не уменьшается. Связываться с управляющей компанией не пришлось. Мы встретили руководство прямо во дворе за разглядыванием лужи. Правда, говорить с нами отказались. Ревностно попросили не снимать сей объект. Что-то разрушение дало. А здесь какой-то запрет есть? А ладно. А вы видите, что вода отходится? Можете снимать. Впрочем, появление таких водоемов не редкость в Барнауле. Снег тает быстро, а ливневые канализации не справляются. Однако их в администрации города обещают обустроить, в частности в индустриальном районе. А вот изменится ли что-то на улице монтажников, пока неизвестно. Весна у многих ассоциируется с романтикой и обновлением. Вот только такую красочную картину горожанам нередко портят подснежники. И речь сейчас вообще не о цветах. Собачьи экскременты остаются на обуви. Эстетики в этом мало, но и полезного тоже. Типичная картина. Пока пес бежит на поводке, хозяин непринужденно говорит по телефону и не замечает, чем занят питомец. Те, кто не убирает за собой на улицах, сторонятся камеры, но опрос показал, что добросовестных владельцев немало. Если я его дома не забыла, дай бог, вот мешочек. То есть вы его гурили? Обязательно, конечно. Вы убираете. А почему важно по-вашему убирать за собаку? Вы же за деньми убираете. Так что не сильно так красиво, правда. У меня вот пакетик и там салфетки влажные. Больше ничего. Вот сейчас только выбросила мешочек. Ага. А какие пакетики? Как это происходит? Ну, пакет, адекватный пакетик. А вы здесь частенько по этой улице ходите? Да, постоянно. И какую картину наблюдаете? Другие-то убирают? Нет. Несколько раз делала замечание. Парень идет. Я говорю, что же не убираешь-то за своей собачкой? Твоя же собачка. Он сказал, что еще чего не хватало, буду я тут убирать. Между тем, за это владелец собаки может получить штраф от городской администрации до 2000 рублей, если будет замечен на месте нарушения. Тем не менее, в парках и дворах негде и шагу ступить. Понятно, что убирать за своим питомцем не совсем приятно, но куда хуже на это наступать. Собак выгуливают. Тут, извините, столько фекалий, что ни с детьми не погулять, ничего. Собаки вокруг, если у них адекватные хозяева, то это в принципе не мешает и хозяева, которые убирают за своими собаками. В основном собачники по велосипедной стороне гуляют, поэтому с коляской не мешают. Но во дворах это, конечно, малоприятно, когда это добро приходится приносить и домой на колесах коляски. Кроме того, собачьи экскременты еще и опасны для здоровья человека. Например, паразитами, уверяют ветеринары, хотя многие обыватели привыкли считать это хорошим удобрением для почвы. Условно пошел, наступил, рукой протер, забыл помыть руки, потом потер нос, потер глаз, губы задел, и все, произошло заражение. К слову, проблему накануне обсуждал и мэр города Вячеслав Франк на пресс-конференции. По его словам, в Барнауле в скором времени могут появиться специальные площадки для выгула собак. Однако в этом вопросе сложно договориться с застройщиками, заверил городоначальник. Там нормативы. Генплан, вот это вот так, вот это вот так. Итак, что мы имеем от нормативы? Не менее 50 метров. Где ее там посадить? Она должна быть 50 метров от жилья, ее надо куда-то сдвинуть, потом детская площадка, еще один норматив. И вы знаете, так получается, что в этом квартале, когда начинаешь строить школу, садик, жилье, строитель, конечно, заинтересован, ну, не в собаках, а продать квартиры, да? Вот здесь надо находить это сопряжение. Но здесь надо перестраиваться и это делать. Сколько еще ждать барнаульцам специальных зон для выгула собак, пока неизвестно. Вот в качестве примера, куда уже пришло такое благо цивилизации, стала, конечно, Москва. Собачьи площадки – это обычно огородная территория, не очень большая. Там расположены какие-то базовые препятствия, которыми может развлечь себя собака, какие-то там прыжковые зоны, трамплины, еще что-то. Уборкой обычно там занимаются либо сами собачники, либо местные дворники, которые, собственно говоря, даже за территорией тоже следить. Поэтому обычно там достаточно чисто. Вообще тема собак для барнаула – одна из самых болезненных. То беспечные хозяева, а то и вовсе собаки бесхозные. Но это уже, как принято говорить, совсем другая история. Практически каждый раз мы рассказываем одну и ту же историю. Крыши текут, в домах сырость и плесень. Вот только адреса у этих домов разные. И повторился случай и в этот же раз. Видите, что творится здесь? И это все, это не только здесь. Это все. И вот здесь уже черный все. Вот там весь угол черный. С ведрами и тазами пришлось подружиться еще 20 лет назад, рассказывают жители этой квартиры. Тогда, в начале 2000-х, этажом выше, где расположены коммуникации, впервые случился порыв. Плитки вот эти не были. Это потом, я через несколько года, через два приклеила. И вот тут были, просто текло. Вот тут стыки между перекрытиями, плиты перекрытия, были щели и просто текло. У нас выходило из строя даже, как это, счетчики. Причин вроде как устранили, а вот с потолка периодически продолжает течь. В ЖУ уже обращались, там ответ один. Прохудилась крыша. В очередной раз латали ее в 2019-м. Течет вода оттуда сверху. Вот полностью вот до сюда. Видите, у меня где-то тазы стоят. Полностью вот в эти щели между плиточками. По стене, вот даже здесь вот видно свет, еще вода. Я вытираю там, потому что там скапливается вода. А женщины продолжали наводить уют в своем доме. Делали косметический ремонт, пытались скрыть следы плесени. Но вода снова периодически появлялась и появляется. Причем топит и соседнюю квартиру. Я сюда вот набегала. Вот оно все, вот оно все оборвалось. Вот там, вот так. А пока жильцы беспокоятся. Как бы ни случилось замыкание пожара, мы еще раз обратились в ЖЭУ-20. Его представительница говорить на камеру с нами отказалась. А в ходе телефонного разговора почему-то предпочла не называть своей фамилии. Представляете, стоит вот на тех этажах, как колона. Типа не бежит. Мы там положили и полиэтилен, и подставили. В этом году у них будут делать капитальный ремонт. То есть ЖЭУ мы своими силами проактуализировали и добились того, что им в этом году будут делать капитальный ремонт. Боровинская в курсе этого всего. Хозяйки говорят, за эти годы уже с трудом верят, что капремонт все-таки состоится. А когда решили удостовериться и попросили документального подтверждения у ЖЭУ, там развели руками. Между тем, в перечне краевой программы капитальный ремонт дома по этому адресу запланирован только на 2026 год. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, о которой необходимо рассказать и которую необходимо решить, оставляйте заявки на сайте телеканала ТОНК, звоните в редакцию или пишите комментарии в социальных сетях. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова